МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Карабец работает в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса с 1989 года. Сначала в должности военного руководителя, а потом заместителем директора. В апреле 2010 года назначен на должность директора Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса. Ну, расскажите нам, как же так получилось, что до сих пор наш колледж единственный в крае, кто готовит кадры для мясной промышленности? Я хочу сказать, что действительно наш колледж является уникальным в этом вопросе, потому что 75 лет готовить одну и ту же специальность – это очень сложно. Но учитывая то, что много наработано, много накоплено опыта и востребованность данных специалистов не только у нас в городе, но и в крае, мы и продолжаем успешно готовить специалистов для мясоперерабатывающей промышленности. Это наша гордость, это наше знамя, если так можно сказать. То есть вот эта специальность, она действительно исторически первая, и она до сих пор остается у нас основной в реестре всех наших специальностей и профессий. Ну, вот история колледжа, да, он был создан сначала как школа ФЗУ, да, в 1941 году для того, чтобы готовить кадры для мясокомбината. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Действительно, в 1941 году, когда необходимо было все для фронта, все для победы, и основная масса мужчин были призваны в ряды вооруженных сил для того, чтобы уйти на фронт. И необходимость дальнейшего производства продукции, конечно, сконтектовала то, что нужно пополнить чем-то ушедших специалистов. Поэтому было принято решение, организовано школа ФЗУ при мясокомбинате, куда были набраны вот эти юноши и девушки, которые были первооткрывателями фактически нашего учебного заведения, и которые вот в условиях, тяжелейших условиях, сырость, холод, тяжелые туши, они маленькие, там вес-то у них у самих по 40-50 килограмм было, здесь вот туши огромные. Но они успешно справлялись, и фронту поставлялась необходимая продукция, которая поддерживала наших бойцов мясо, каши с мясом, то есть весь тот ассортимент, который был необходим. И затем уже было принято решение реорганизовать школу ФЗУ уже училище, было выделено отдельное здание рядом с мясокомбинатом двухэтажное, где и уже проходило становление вот этой специальности мясопереработки, там было много и жиловщики, и обвальщики, и скотобойцы, и много там было направлений. Но количество рабочих было все больше и больше нужно, и поэтому вот в отдельном здании увеличивался коллектив, увеличивалось количество учащихся, и вот так училище развивалось. Ну вот помимо специальности мясная переработка, да, появлялись другие. Вот расскажите, какие, вот как это происходило? В процессе развития промышленности в городе Бийске был построен Бийский масломолочный комбинат, маслосыр комбинат потом он стал. Мы начали готовить специалистов для них, специалистов молочной промышленности, мастера сыроделы, маслоделы, мастера по производству мороженого, и также вот другие специальности. В процессе, опять же, дальнейшего развития, изучая рынок труда, необходимость специальностей, появились другие специальности, такие как машинист холодильного оборудования, наладчик пищевой промышленности оборудования также. То есть все, которое связано было с обслуживанием того оборудования, которое находилось в промышленности. Потом, естественно, были такие экзотические специальности, как младшебанковские служащие, горничная на заре перестройки. Но они постепенно сошли на нет. Появились другие специальности, которые в настоящее время очень востребованы. Это и специалисты по туризму, это специалисты по гостиничному сервису, это специалисты технологий продукции общественного питания, торговля. То есть те специальности, которые необходимы для развития туристской реакционной сферы в нашем крае и в городе. Также большое направление у нас занимает специальность декоративно-прикладной искусства и народные промыслы. Ей мы уделяем особое внимание, потому что это, можно так сказать, история страны, история края. Наши специалисты совместно со студентами, конечно же, возрождают те народные традиции, которые часть была утеряна, которые, может быть, не совсем были востребованы. И вот в процессе учебного процесса, в процессе взаимодействия с работодателями мы видим направление, куда бы декоративно-прикладное искусство должно развиваться. Это, естественно, способствует развитию и любви к городу, любви к раю, патриотизму, потому что истоки народные, их нельзя забывать. И вот когда дети либо глиной занимаются, либо что-то режут по дереву, росписью занимаются, акромой и прочими техниками, конечно, это у них, во-первых, в душе откладывается. И глядя потом на их работы, человек эстетически развивается и сам понимает, какое прекрасное искусство у нас в стране и в крае, которое нельзя никак забыть. Вот такие вот специальности в процессе развития нашего учебного заведения и появились. А сколько всего сейчас специальностей? И примерно сколько обучается студентов? Значит, на данный момент у нас обучается около тысячи студентов. Они обучаются по девяти направлениям и по четырнадцати специальностям. Вот те, фактически те, которые я обозначил. У нас четыре отделения, которые разделены по направлениям. Это отделение сервиса, отделение торговли, отделение вот переработки и декоративно-прикладное, будем так говорить, отделение, которое и работает над созданием, или даже не над созданием, а подготовкой специалистов, которые необходимы вот в нашем городе и в крае в целом. Ну, если говорить о наших студентах, то, конечно, они у нас самые лучшие, мы их любим, они у нас самые умные. И, естественно, отсюда и создается имидж учебного заведения, когда студент, отучившись, идет на работу, его с удовольствием берут на работу, и он показывает действительно, что его обучили тем навыкам, которые необходимы работодателю. И у нас фактически стопроцентное трудоустройство, мы на стопроцентном выполняем государственные задания, и вот это как раз и позволяет, наверное, поддерживать имидж учебного заведения, одного из ведущих, наверное, в городе и в крае. И к нам студенты вот при поступлении также идут, у нас конкурс на отдельной профессии, очень приличный конкурс. И я думаю, мы сейчас смотрим еще дальше перспективу, потому что сейчас идет развитие по направлению топ-50 востребованных профессий, как в стране, так и топ-50 в крае есть. Мы изучаем рынок труда в городе, в крае, необходимость вот из этих топ-50, кого бы еще мы могли готовить. Потому что останавливаться нельзя, надо всегда двигаться вперед. И сейчас мы готовим как раз вот в этой плоскости участие в чемпионате в краевом по направлению WorldSkills, новое направление профессиональной соревновательной практики, скажем. Мы будем там участвовать в направлении туризм, поварское дело и гостиничный сервис. Вот это вот из топ-50 специальностей, их необходимо дальше развивать. Что касается внутренних наших резервов, то мы видим, что они у нас есть, и мы готовы заниматься новыми специальностями, но главное, чтобы была готова наша промышленность, наши работодатели открывать те направления в промышленности, где были бы востребованы наши новые специальности. Ну вот часто на слуху у ВИЧАН все-таки название это «Лицей-22». Вот до сих пор, да, оно как-то сохранилось. Расскажите вот маленько о том, как вот эта форма менялась и что новое, новый статус, колледж, да, это не просто аббревиатура, а что он дал в образовательном процессе. И вот... Согласен. Профессиональный лицей номер 22, он существовал целых 16 лет, это наше любимое название, мы до сих пор иногда и сами употребляем это выражение. Понятно, что от ФЗУ, потом ПТУ, потом ГПТУ, если так не расшифровывая, да, потом как раз вот профессиональный лицей, который был уже на ступень выше тех вот названий, так скажем, не просто в названии, а как раз именно в подготовке кадров. Появился повышенный уровень подготовки, где дети стали больше получать профессиональные направленности в подготовке. И вот это было важно. И когда мы начали стремиться для того, чтобы перейти в новый статус и приобрести новый тип учебного заведения, такое как колледж, понятно, мы смотрели, как это будет отражаться. И здесь мы сразу определили, что согласно закону, опять же, колледж — это учебное заведение среднего профессионального образования, поэтому учебные программы кардинально меняются, там новые стандарты, там увеличивается объем часов как теоретического обучения, так и практического обучения, и специалист уже выходит более высокого уровня и ранга, чем тот, который был или в ПТУ, или даже в лицее, профессиональным лицей. И действительно, это был своевременный шаг, потому что сейчас на основании нового закона об образовании такой формы, как ПТУ, сейчас нет, есть как раз именно колледжи, техникумы и профессиональные лицеи, или лицеи профессионального образования, вот такие. Но самое главное, опять же, это, конечно, повышение уровня подготовки и увеличение объема знаний, которые учащийся студент теперь должен приобрести. Вот еще знаю, что колледж не забывает свою историю. Буквально год назад возле здания учебного заведения вашего появилась памятная стела. Вот расскажите, что это за стела, чьи на ней имена? Памятная стела действительно, это была и моя давничная мечта, и мечта коллектива, чтобы открыть данную стелу именно на территории нашего колледжа, так как на ней высечены имена тех работников мясокомбината, которые ушли на фронт и, к сожалению, погибли. И раньше памятник находился у территории мясокомбината. Мы за ним ухаживали, все там было торжественное мероприятие, проводили и все. Но в результате потом вот перестроечных мероприятий комбинат распался и памятник оказался никому не нужен. Он, в конце концов, разрушился и стала необходимость как быть дальше. Но вопроса не было, как быть дальше, конечно, только к нам. Долго это, к сожалению, делалось, несколько лет, и вот, наконец-то, юбилейные даты Дня Победы в том году мы эту мечту осуществили. Нам, конечно, в этом помогли и администрация города, и Совет ветеранов города, и наши работодатели для того, чтобы все это дело привести, оформить, облагородить территорию, чтобы действительно эта вот памятная стела не просто стояла, а чтобы она носила главное свое назначение, это воспитание нашего поколения, чтобы мы не забывали историю, чтобы мы не забывали тех людей, которые были славой мясокомбината, чтобы наши студенты гордились тем, что они, в частности, кто на мясопереработке вот потомки этих вот людей, и поэтому мы все мероприятия, фактически, которые вот в летнее время, в теплое время, проводим у стеллы для того, чтобы постоянно помнить, кто нам дал мирную жизнь. Очень важно то, что вот в 2015-2016 учебном году наш колледж вошел в Алтайскую краевую программу «Доступная среда». И мы сделали заявку, было выделено финансирование, и мы в колледже сделали полностью пандусы, въездные пути в колледж, потом расширили дверные проемы, сделали санитарные комнаты для инвалидов, колясочников, сделали пандусы-подъемники на лестницу, чтобы они могли на второй этаж подниматься. И вот получилось, ну, в крае не у всех еще, к сожалению, это есть, но у нас вот хорошая, доступная среда для инвалидов, именно колясочников, для того, чтобы можно было организовывать инклюзивное образование. У нас обучаются дети-инвалиды, но они сами передвигаются, поэтому они в общих группах учатся. А вот как возникнет необходимость, именно которые маломобильные люди, они спокойно могут приходить в наш колледж и заниматься своим любимым делом. Ну что ж, Сергей Георгиевич, спасибо вам за такой интересный разговор. Мы еще раз поздравляем вас и всех студентов, педагогов вашего учебного заведения с 75-летним юбилеем. Желаем только расти, развиваться, достигать больших успехов. Спасибо огромное. Мы надеемся, мы с этим всем справимся. И ваши пожелания, они очень приятны, я их передам нашему коллективу. Напомню, в гостях у нас был директор Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса Сергей Георгиевич Карабец. На этом программа интервью завершается. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. До новых встреч.